Всем привет! Меня зовут Гульнас, и в этом видео мы с вами сошьем прекрасный домашний халат с кружевом. Он очень простой, у вас получится все с первого раза, так что не бойтесь. Главное, выбирайте ткани нежные, красивые, то, что вам понравится. И халат, несмотря на его простую выкройку, получится очень красивым и женственным. Для пошива халата нам понадобится ткань, и я буду использовать легкий крепший фон. Вы можете использовать атлас, атлас сатин. Очень красивым и нежным будет атлас шифон. Подойдет даже штапель, он очень комфортен и хорошо дышит. В общем, любая ткань, которая вам понравится. Количество ткани можно посчитать, замерив длину изделия от плеча до низа изделия, и длину рукава, сложить эти два значения и получить необходимое количество ткани. Также для декоративной обработки низа рукава и низа изделия мы будем использовать кружево. Ширина кружева может быть любой, который вам понравится, и цвет также любым. Можно выбрать в тон, а можно контрастный. Нам понадобится одна армированная нитка для стачивания на прямострочке, на простой машинке, и три полиэстеровых нитки для обметки срезов на оверлоке. Если у вас нет оверлока, то вам будет достаточно одной армированной нити, либо полиэстеровой, если вы шьете из очень тонких и нежных тканей. И этой же ниткой можно обметывать срезы строчкой зигзаг, например. Ну и в работе нам понадобятся иголки и булавки, мерная лента и белый портновский мелок. Этот халат будет очень простым, он будет состоять практически из квадратов. Самый большой квадрат будет полочкой, передней половинкой и спинкой халата. И еще по квадрату мы пришьем в качестве рукавов с двух сторон. Первым делом вам необходимо будет определить для себя ширину рукава, которую вы хотите получить. Я замерила желаемую длину рукава и отрезала ее от общей длины. Сначала займемся рукавом. Сложим этот отрезок ткани пополам вдоль кромки. К примеру, я хочу рукав шириной 60 см. Поэтому мы прикладываем мерную ленту, отмеряем 60 см в два слоя и отрезаем. Таким образом два отрезка, два рукава. Рукава пока отложим и займемся передней и задней половинкой халата. Сложим второй отрезок ткани также пополам вдоль кромки. Кромку можете сразу же удалить. В сгибе будем кроить спинку. Для того, чтобы по спинке не было лишних швов. А вот переднюю половинку, ее середину, будем кроить в сторону кромки. Какой ширины делать халат? Вы можете замерить свой обхват груди и добавить к этой величине от 10 см. Не меньше. А можете использовать всю ширину ткани. Но я буду использовать всю ширину ткани. То есть к моему обхвату груди здесь как минимум 50-60 см прибавки. Но еще по передней половинке я с обеих сторон по краям добавлю небольшой отрезок. Буквально 10 см. Для того, чтобы передняя половинка халата была чуть больше и мы могли закрывать халат. Для этого от кромки я отступлю на 10 см. И теперь оставшуюся часть от этой отметки до сгиба я поделю пополам. Теперь нарисуем горловину. Для этого от сгиба, от верхнего среза, отступите вниз на 2 см. А влево на 7-8 см. Соедините эти две точки плавной линией. И это наши горловины по спинке. Теперь эту ширину, которую вы отложили от сгиба, вам необходимо будет отложить и от этой линии. То есть линии середины передней половинки. Теперь, помните, мы оставляли дополнительную полоску. Теперь вам необходимо будет точку, обозначающую край горловины, плавно увести налево. В ту область, которая предназначалась для запаха. Вы можете замерить примерный уровень талии. И, к примеру, свести эту точку к талии. Можно сделать это чуть выше. Делаем отметку. И соединяем эту точку с верхней точкой, которая обозначает горловину. Прямой линией. Итак, мы получили переднюю половинку и спинку, заднюю половинку. Если вы будете обрабатывать горловину по спинке и по передней половинке какой-либо полоской, или, к примеру, будете пришивать кружево вдоль всей горловины, то вам необходимо будет сделать небольшой вычет. То есть углубить линии горловины и по полочке, и по спинке. К примеру, если ширина вашего кружева, либо полоски, которые вы хотите скроить из этой же ткани, равна 5 сантиметрам, то вы примерно эту величину должны отложить от намеченной линии и отрезать лишнее. Положите спинку лицом наверх, и затем лицом к лицу прикладываем переднюю половинку и совмещаем плечевые срезы. Закрепляем булавками, сметываем, то есть сшиваем вручную, и затем стачиваем на машинке на 1 сантиметр от края. Прострочили плечевые срезы, и теперь раскроем халат по плечевому шву и прикрепим к его боковой части рукав. Для этого сложите отрезок, который был предназначен для рукава пополам. Поставьте на сгибе отметку, либо надсечку на 3-5 мм, и эту надсечку соедините с плечевым швом. Прикладываем рукав к полочке и спинке лицом к лицу и закрепляем. Далее прикрепляем оставшиеся участки по передней половинке и по спинке, а затем просто по прямой даем строчку. Пристрочили рукав и обметали срезы, теперь разложите халат лицом наверх и сложите его пополам по плечевому шву, соединяя переднюю половинку со спинкой и складывая рукав таким образом тоже пополам. Нам остается проложить еще один шов по локтевым срезам, и дальше продолжаем эту строчку по боковым срезам прямо до низа. И вот в этом месте вам необходимо будет направить все срезы в одну сторону, желательно в сторону рукава, и постараться немного округлить шов, а затем необходимо будет обметать эти срезы, обработать либо на оверлоке, либо зигзагом. Итак, рукав втачен, срезы обработаны, также вы можете обработать сразу низ рукава, застрочить его вовнутрь и низ изделия. А теперь можем пришить кружево. Для того, чтобы пришить кружево к низу рукава, необходимо замерить длину низа рукава и эту же величину отрезать, добавив по сантиметру на швы. Затем складываем полоску пополам, лицом к лицу и стачиваем на 1 сантиметр от края, а затем просто прикрепляем в круговую. То же самое с низом изделия. Накладываем кружево поверх лица, закрепляем и настрачиваем. Притачали кружево к низу рукава, к низу халата. И теперь нам остается обработать только горловину по спинке и борт по полочке. Для этого сложите халат пополам, совмещая срезы горловины и борта. Таким образом, в сгибе у вас должна оказаться середина спинки. Следующий шаг вам необходимо будет замерить длину этого среза. Но, к примеру, в этой области срез идет немного по косой. И это означает, что он легко растягивается. Поэтому будьте очень внимательны, чтобы при замерах не растянуть случайно косые срезы. Для этого немного подсоберите срезы, сформируйте их, создавая их естественное положение. Могут образовываться даже небольшие волны, пузырьки вдоль косых срезов. Далее прикладываем вмерную ленту и замеряем всю длину. От середины спинки до низа изделия. Итак, вы замерили длину среза горловины и борта. Теперь что делаем с этой величиной? Если вы решили кроить планку из этой же ткани, то вам необходимо будет решить, какой ширины планка будет в готовом виде. К примеру, если ее ширина в готовом виде будет составлять 3 см, то она будет двуслойной. Значит, мы добавляем еще 3 см и это уже 6 см. Нам необходимо будет по сантиметру наш выезд. Каждой стороны это 8 см. А что насчет длины? Длиной является та величина, которую вы замерили по всему срезу. Двойная величина. То есть, к примеру, если вы замерили половинку срезов и она равнялась 100 см, то вам необходима полоска длиной 200 см. Разумеется, это очень большая длина. Вы можете разбить общую длину на 2 кусочка. Два отрезка длиной 100 см каждая будут стачиваться и этот шов вы, к примеру, можете спрятать посередине спинки задней половинки. Как скроить такую полоску? Итак, к примеру, это ткань. И с двух сторон идет кромка. Кромка подсказывает нам, что вдоль нее идет долевая нить. Та, которая более устойчивая и не сильно растягивается. Поперек кромки располагается уточная нить. Она тянется сильнее, чем долевая. Лучшая посадка можно добиться, если скроить полоску по косой, то есть на 45 градусов. Полоска, скроенная по косой, легко растягивается в разные стороны и приобретает различные формы. Она очень эластична. Сложите планку пополам, так, чтобы лицо было снаружи. И залутюжьте. И теперь мы можем пристрячивать планку к халату. По середине спинки сделаем отметку, либо надсечку. И теперь к этой отметке приложим планку. Закрепим. Сейчас у нас идет участок горловины по спинке. Видите, этот срез тоже косой и он легко растягивается. Поэтому мы аккуратно присобираем срезы горловины. Можете даже сделать небольшой напуск, буквально на миллиметр. Так, чтобы горловина по спинке образовывала небольшую, еле заметную волну. Либо можете немного подтянуть планку, но не сильно. Для того, чтобы у вас не образовывалась сборка по горловине. И закрепляем. Дошли таким же образом до низа изделия. Оставьте 1 см от низа кружева на швы и отрежьте лишнее. Далее, прежде чем закреплять самый конец планки, вам необходимо будет сделать следующее. Сложите планку лицом к лицу пополам, закрепите и прострочите на сантиметр. После того, как дадите строчку, планку можно будет вывернуть на лицо и продолжить закреплять ее. А затем общим швом по всей длине дать строчку на сантиметр и обметать срезы. После того, как приточаете планку и обметаете срезы притачивания, направьте срезы в сторону халата и поутюжьте хорошенько. После утюжки ваша планка будет выглядеть прекрасно. И внутренние срезы не будут выворачиваться на лицо. Также, при желании, вы можете сшить и пояс к этому халату. Если вы решили сшить пояс из такой же ткани, то вам необходимо будет дополнительных 10-15 сантиметров к общему количеству ткани. Скроили полоску желаемой ширины и длины. Теперь складываем лицо вовнутрь, пополам, вдоль и стачиваем длинный срез и концы. Ну вот и все, наш халат готов. Несмотря на то, что он был очень простым, на фигуре он смотрится прекрасно и намного сложнее, чем кажется. Спасибо большое, что были со мной. Обязательно подписывайтесь, если вы не подписаны. А мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока, хорошего дня!